Тема выступления «Я люблю библиотеку» рождалась и легко, и в то же время очень тяжело. В какой-то момент именно в Петербурге мы, библиотечное сообщество, поняли одну очень важную вещь. В том, что на фоне информатизации, на фоне глобализации мы забываем о таких, теперь уже иногда не очень приличных вещах, как слова «любовь», «наслаждение». Только по той причине, что время эти слова превратило в какие-то слова иногда ругательные, иногда не очень приятные. А тем более сказать «я люблю библиотеку» — это как-то не особенно удобно. Именно поэтому слова «любовь», «наслаждение» мы решили воплотить в моем выступлении. И те идеи, которые я здесь скажу, разделяю не только «я один», это те идеи, которые поддерживают моя команда, весь наш коллектив библиотечной системы Лермонтова. А «любовь» — это самое такое простое слово на первый взгляд. И когда мы говорим о том, какая должна быть библиотека, мы всегда говорим о том, что мы какие-то моменты утратили или их забыли, или пытаемся найти то, чего может быть иногда нам и не свойственно. И нас наталкивают всегда наши самые ближайшие соседи — это финны, которые приезжают в Петербург, в наши публичные библиотеки, только с одной целью — как научиться разговаривать с человеком. И мы долго этого не понимали, пока мы не вспомнили нашу красивую русскую фразу «а поговорить». Именно в этом всегда было преимущество библиотек в нашем Советском Союзе, теперь в России несколько мы утратили. Но тем не менее поговорить библиотекарь с читателем — это всегда было нашим, теперь, как мы уже понимаем для финнов, нашим ноу-хау. Именно в противоположность этого мы можем сказать, почему мы в магазинах на Западе или в другой стране не хотим общаться с продавцом. Слишком много мы общались с продавцами в предыдущей жизни. И поэтому вот эти перегибы, когда мы с одной стороны то, что мы могли делать, мы это утрачиваем, но то, чего нам не свойственно, мы пытаемся это навязать. И именно поэтому в нашем коллективе мы создаем какие-то слоганы, какие-то бренды, которые у нас ассоциируются, например, библиотека и наслаждение. Наслаждение, удовлетворение, получать удовольствие — именно те слова, которые всегда свойственны были в библиотеке. С древних времен мы получали удовлетворение, удовольствие. И сегодня, когда мы про это говорим, мы пытаемся доставить наслаждение атмосферой, интерьерами, книгами, информацией, людьми, лицами. Именно с той любовью, которую мы хотим отдать нашим читателям. И с одной стороны, когда мы задаем вопрос, хотят ли читатели приходить в наши библиотеки, любят ли они нас, и мы все говорим, конечно же, любят. И складывается некая идиллия того, что мы любим читателей, они любят нас, как все хорошо и как все здорово, но, наверное, именно любовь нам не позволяет остановиться в этот момент. И мы задаем себе какие-то вопросы или какие-то сомнения, потому что извне нам говорят. Вы знаете, мало читают, мало ходят в ваши библиотеки, забыты истинные какие-то человеческие ценности добра, любви, хорошего отношения к людям. И это именно, именно любовь. Она заставляет создавать те условия для того, чтобы возрождать чтение, возрождать хождение в библиотеку, возрождать истинно нравственные и какие-то хорошие ценности для любого нормального человека. Нами очень принято сегодня рассказывать друг другу об иллюзиях. Мы рассказываем о том, какие мы хорошие, какие мы замечательные, о том, как мы можем это делать. Но при этом в кулорах мы очень любим говорить о том, что, вы знаете, государство нас не поддерживает. И будет ли оно нас поддерживать? Вечные мы или мы когда-то должны умереть для того, чтобы возродиться в другом виде. Но, тем не менее, мы всегда это говорим с какой-то ностальгией о любви, о том, что мы любим наших читателей. Библиотека и творчество — это тоже такие слова-синонимы для нас сегодня. И когда мы творим или помогаем людям творить в наших библиотеках, мы всегда это делаем с любовью по одной причине, что мы хотим кому-то помочь. Именно поэтому у нас родилось три идеи, самые простые идеи для любой библиотеки, в том числе и для большого города, которые объединены в три главные пункта. Это открытость. Если мы любим человека, если мы любим кого угодно, мы открыты для него. И именно поэтому мы должны открывать наши фонды, мы должны открывать наши двери. Мы не должны иметь преград для того человека, которого мы любим. Когда мы говорим о шаге навстречу, это не означает, что мы должны говорить «ты приди к нам, и мы тебя полюбим». Наверное, мы должны выходить на улицы, мы должны выходить к тем людям, которых мы и хотим любить. А когда мы говорим о неформальных людях, иногда очень странно в библиотеке, когда появляются люди, которые совершенно не вписываются в наш образ интеллектуала, умного человека, культурного человека. Но для нас, если мы можем дать приют этому человеку, помочь ему как-то хотя бы атмосферой и подарить ему какое-то тепло, наверное, тогда мы можем говорить о любви в нашей библиотеке. Я люблю библиотеку. И я очень надеюсь на то, что все, кто входит в библиотеку, ее любят так же, как я и мои коллеги. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ